Вы слушаете и смотрите Радио Свобода, а будущее Радио Свобода, взгляд из Праги, перспективы Радио Свобода мы обсуждали полтора месяца назад в Москве с главным редактором Радио Свобода Ириной Лагульной. Сегодня мы продолжаем этот разговор с ведущим программой культуры Иваном Толстым, историком Радио Свобода и ведущим информационных программ Андреем Шаром и Валентином Барышниковым на связи с нами по скайпу Аркадий Пельзис, специалист по интернет-технологиям Радио Свобода. Знаете, друзья мои, я подумала, что хорошо было бы начать наш разговор с силой и слабостью Радио Свобода, а всякий разговор о будущем предполагает некоторое понимание какой-то базы, в которой мы находимся. И я совершенно уверена, что сильный человек и сильная организация могут говорить и о своих слабостях тоже. В конце концов, как процитировал Алексей Балабан и слова апостола Павла, сила в правде. Итак, в чем для вас сила и слабость Радио Свобода? Ирина, давайте с вас начнем. Вы знаете, сила в том, что мы существуем уже 60 лет, сила в том, что мы можем говорить спокойно, свободно, беспристрастно о том, что происходит. Слабость на данный момент состоит в том, что никто не знает, что мы продолжаем говорить. С чем это связано, Ира? Я думаю, что с тем, что какое-то создалось ощущение в обществе, что вот ушла средняя волна из Москвы, и вот на этом радио закончилось. Радио не закончилось. Я понимаю, что глаз не цепляется за звук, звук не виден глазу, и поэтому люди пытаются каким-то образом привязать этот звук радиный к чему-то. Они его привязывали к радиоприемнику, а теперь этого не стало, и вот как будто его и нет. Это неправда. Все равно можно привязать. Можно привязать к компьютеру, можно привязать к айфону, можно привязать к смартфону, к чему угодно. Так в чем должна быть наша сила в том, чтобы рассказывать публике о том, что мы существуем и что мы работаем на новых платформах? Даже не сказать, а заявить, что мы существуем, мы по-прежнему с вами. Спасибо, Елена Лагунина. Андрей Шарем. Мне кажется, Елена, что достоинство главной организации, где мы работаем, оно выражено в его названии. Оно говорит и о главной нашей миссии, и оно говорит о внутреннем ощущении сотрудников и меня. Я больше 20 лет со свободой, и я не могу себе представить организацию, где журналистскую работу можно было бы делать проще. Потому что хорошая журналистика, на мой взгляд, это очень простое дело. Надо просто в нужный момент верному человеку задавать точно поставленные вопросы. Для этого над журналистом не должны висеть никакие цензурирующие, ограничивающие его профессионализм обстоятельства. И «Радио Свобода» этому моему пониманию журналистской свободы стопроцентно соответствует. Это главное профессиональное достоинство. Я думаю, это причина, по которой здесь очень многие люди работают еще многие годы. Такую комфортную обстановку профессиональную найти довольно сложно, если возможно, вообще в русскоязычных средствах массовой информации. Слабость наша основная, как мне кажется, в очень сложной организационной внутренней структуре. Мы большая международная корпорация, у которой 28 языковых служб, русская служба одна из них. Мы расположены и в Праге, и в Москве. В этом есть свои достоинства, но в этом же есть свои недостатки с точки зрения внутреннего управления и всего остального. Мне кажется, это для реализации тех достоинств, о которых я сказал, это довольно большое, пусть техническое, но существенное препятствие. Спасибо, Андрей. Но мы, кроме того, находимся еще и в Америке, в Европе, по всем городам России, я имею в виду корреспондентскую систему. Да, это правда, но это беда, и это особенность не только радио-свобода, собственно говоря, но с точки зрения организационной структуры, всего остального мы ставим на двух ногах. Вот эта пражская, пражская, московская такая тихотомия, она создает некоторые проблемы. По вашему позволению, мы к этому вернемся чуть позже. Валентин Барышников, силы и слабости. Может быть, сначала Иван Никитич? Нет, Валентин. Хорошо, мне не удалось уклониться. Для меня силы и слабость — это одно и то же, это люди. Это признание в любви к коллегам. Интересный момент. Да, я прошу прощения. Я нежно люблю коллег, которые вокруг меня, моих коллег. И для меня они необыкновенно важны, и я у них постоянно чему-то учусь. Я себя воспринимаю младшим коллегой все время, я очень много принимаю. И мне кажется, проблема... Мы очень умные, грубо говоря. Не мы, а я имею в виду мы как коллеги, как люди, которые вокруг меня. Не слишком умные? Нет, в самый раз. Единственное, что я могу сказать сейчас, сейчас время интернета. И это время интернета, которое продолжается уже довольно долго. И интернет нас приучил к тому, что каждый... Это супердемократизатор, и каждое мнение равно другому. Работая здесь, я точно знаю, что это не так. Но теперь проблема, чтобы приучить интернет к этому, и научиться с ним работать, и научиться все это связать воедино. Мне кажется, наша сила это в том, что люди, которые вокруг меня, такие умные. Иногда это наша слабость в работе с нашей аудиторией, которой сейчас, как сказала Ира, конечно, все больше мы в интернете. А вы считаете, что эта аудитория не доросла до нас? Вот поясните вашу мысль. Это не аудитория. Это так устроен интернет, и, вероятно, так устроен современный мир. Стоим обращения. Все, я поняла, Валь. Я должен... Это, вероятно, надо к этому будет вернуться. Вот мы сейчас Пиллиса спросим как раз про это. Аркадий Пиллис, о силе и слабости радиосвободы в вашем представлении? Ну, на мой взгляд, сила и слабость радиосвобода в одном и том же, как сказал Валя, и могу его только поддержать в этом смысле, но только немножко в другом. На мой взгляд, сила и слабость радиосвобода в его репутации. Огромная сила традиционная радиосвобода в репутации объективного и профессионального СМИ. Что бы в России ни случилось, люди традиционно включали радиоприемники послушать, что говорит радиосвобода про это. И сейчас, когда что-то случается, люди идут на сайт радиосвобода почитать, что радиосвобода говорит про это. И в этом огромная слабость радиосвобода, что люди до сих пор воспринимают радиосвобода исключительно как кризисные СМИ. Мы это можем наблюдать просто по ежедневной статистике. Наша задача, на мой взгляд, научить людей воспринимать радиосвобода как хорошая, стабильная, ежедневная СМИ, на котором каждый день есть что-то интересное почитать. Аркадий, спасибо большое. Я бы сказала, что еще одна слабость радиосвободы репутационной, если говорить о внешнем мире, не всегда доброжелательном к радиосвободе, это то, что радиосвобода воспринимается как американское средство массовой информации. И очень часто это не является плюсом в оценке нас. Почему-то люди думают, ну, некоторые части аудитории думают, что мы проводники американской политики. Или вообще мы являемся политическим инструментом, это довольно распространенное мнение. Я вот передаю слово Ивану Никитичу Толстому как историку радиосвобода, чтобы он поговорил о нашей силе и слабости, и по возможности прокомментировал то, что я сообщила, вот эту неприятную неновость совсем для нас. В последние годы до стертого пятака затерта мысль отличного писателя Евгения Замятина, который еще в начале 20-х годов говорил, я боюсь, его эссе так и называлось, что у России, у русской литературы есть только одно будущее, ее прошлое. Так вот, я не боюсь, а я надеюсь, что у радиосвобода есть не только одно будущее, но одно из этих будущих, это прошлое радиосвобода. Не потому, что я хотел бы перевернуть эти песочные часы и пустить их вспять, а потому, что те основы и истоки, на которых зиждилось и зиждется и, надеюсь, будет покоиться и в дальнейшем организация, в которой мы все работаем, это те ценности, которые никуда и никогда не уходят. Демократические принципы, либеральное отношение к своему оппоненту, понимание и представление о добре и зле, которые никто не может выбить, как этот краеугольный камень из наших основ, уважение к собеседнику, толерантность, терпимость и так далее, и так далее. То есть, все то, на чем мы выросли, чем мы жили эти десятилетия, кто же будет от этого отказываться? Это недостижимое в каком-то смысле, идеальное будущее, к которому мы стремимся. Вот в этом смысле наше прошлое, которое запечатлено, кстати, вот в этих книжках, которые я принес для нашего разговора, чтобы просто напомнить о том, что мы сами и другие писали о нас всегда. И вот наше будущее, и наша, может быть, сила теперь в том, что если раньше слабость, камера-обскура, в которой мы шесть десятилетий существовали, и не могли нашим слушателям показать, о чем мы говорим, то теперь это, может быть, оборачивается и нашей силой. Новые технологии позволяют нам, посмотрите, сколько здесь всего яркого и интересного. Это маленькая выставка, крохотная, она занимает у меня четверть полочки. И таких у меня полочек довольно много дома, которые можно развернуть и показать. Можно снова начать рассказывать о наших базовых ценностях, о людских потребностях и надеждах, о страданиях и драмах, о радостях людских с помощью иллюстративного материала, который, внесенный в студию, теперь снова как шампанское, как пробка из шампанского выскочит, и нас всех обрадует. Мы снова получаем материал для разговора. Вот почему и сила, и слабость здесь все вместе. И наше прошлое, я очень на это надеюсь, по крайней мере персонально я, и будет нашей силой в дальнейшем. Во всяком случае, я готов приложить все силы, чтобы рассказать о том, кто мы такие. Здесь замечательная брошюра с таким очень скромным заголовком сбоку Radio Liberty, а заголовок такой «The most important job in the world». Самая ответственная, самая важная работа в мире. Это довольно лестный текст. Иван Толстой и Ирина Лагунина. «Радио Свобода. Перспективы. Взгляд из Праги». Мы говорим о будущем «Радио Свобода», о новых технологиях. Давайте поговорим о том, почему это «Взгляд из Праги». То есть, чем отличается и отличается ли вообще, на ваш взгляд, извините за тавтологию, «Журналистский взгляд из Праги» и «Журналистский взгляд из Москвы». Может быть, Андрей, вы начали об этом говорить? У нас была, да. Это какая-то редакционная оптика? Это выбор новостей по важности? Это средство, которое позволяет нам быть не увлеченными в события. У нас лет 10-15 назад была одна внутренняя реклама на радио. И, по-моему, это было «Лицом к лицу», промо «Лицом к лицу». И там был такой лозунг «Радио Свобода – это не вовлеченность». Я ввел некоторое время эту программу, и я довольно часто думал об этом. И когда приезжаешь в Москву, воздух другой, атмосфера другая. Ты становишься участником событий. Когда ты в Праге или где-то не в Москве, по крайней мере, у тебя есть ощущение дистанции от того, что происходит. То, о чем говорил Иван Никитич, это возможность уважительного, толерантного отношения к собеседнику. Может быть, потому что ты не до конца знаешь все его плюсы и минусы еще. Ты интеллектуально это знаешь, но атмосферно – это человек, которого ты можешь воспринимать объективно. И мне лично самому нравится такая позиция. У меня нет необходимости высказывать свою точку зрения в эфире. Пусть его высказывают эксперты, события, пусть говорят о том, что происходит. А мое дело ведущего программы – конструировать этот эфир и показывать, что происходит людям, сталкивая точки зрения. Из-за границы России это сделать проще, по причинам, о которых я сейчас говорил. Поэтому мне кажется, что это тоже большая сила, большое преимущество. Ну и слабость. Ну и слабость, может быть, да, это слабость. Если говорить, Валя прав, если говорить об информационной журналистике правды, потому что ты неизбежно отстаешь. Ты все время, кто-то будет быстрее тебя. Поэтому фокусировку, когда ты настраиваешь оптику программы и вообще концепцию, то здесь на это нужно делать поправку. Когда мы говорим с Аркадием, и чуть-чуть у нас звук отстает на какую-то долю секунды. Новость на какую-то долю секунды может отставать, от чего она не становится менее новой. Она немножко по-другому просто поворачивается. И вот у нас есть уникальная возможность по-другому это все развернуть. Дать свой взгляд на события и отличаться от всего того, что происходит. Вот мне кажется, мы отличаемся. Я эту разницу чувствую, когда я приезжаю в Москву, то достаточно провести там несколько недель для того, чтобы быть волей-неволей вовлеченным в этот круг событий, людей, выработать свое излишне личное, как мне кажется, для журналиста отношение к тому, что происходит. Так что я бы так ответил на ваши вопросы. Олег, спасибо, Ирина. А трудно решать эти, назовем прямыми словами, порой даже конфликты между нашим пражским коллективом и нашим московским коллективом, когда каждый, ну или там ведущие редакторы говорят, нет, ребят, вот сегодня должна быть эта тема, самое главное. Или Прага может наставить на одном, Москва наставить на другом. Каким образом нам удается договариваться? Для меня это серьезный вопрос, правда, очень серьезный. Нет, на самом деле то, что есть такой конфликт, это очень хорошо. Потому что если бы конфликта такого внутреннего бы не было, то не было бы объективности, не было бы, откровенно говоря, ну просто не было бы работы мысли. И конфликт всегда порождает аргументацию, порождает желание отстоять себя наилучшим образом. И это очень хороший конфликт, это замечательная вещь, когда он в цивилизованных рамках заключается. Но мне кажется, что вот то, о чем начал говорить Андрей, что вот есть, с одной стороны, это отстраненность, а с другой стороны, плохая сторона этой отстраненности. Я за отстраненность. Я тоже, я, например, когда ты смотришь на Россию со стороны, кажется, что, а почему все говорят о политике? Вот я, например, абсолютно уверена, что никакой политики в России нет уже давно. И идет абсолютная подмена терминов, подмена понятий. Если есть какая-то так называемая партийная жизнь, то это не политика все равно. Но, тем не менее, вот когда ты смотришь вот так со стороны на то, что там происходит, да, есть отстраненность. Но есть один плохой момент, который, мне кажется, присутствие Москвы устраняет. Наряду с этой отстраненностью порождается определенное отсутствие эмоциональности. А невовлеченность в события выглядит иногда как черствость, что неправда, но это иллюзия есть. И то, что московская часть русской службы эмоционально, и то, что она очень часто, да, эмоции бегут впереди, может быть, даже и резона как такового, это хорошо. Вот это как раз позволяет сохранить этот баланс. Ирина, спасибо. Аркадий Пильдис, вы слышите нас? Конечно, слышу. В комментарии человека из мира интернета. Ну, я бы сказал вот насчет мира интернета. Вы знаете, у меня есть такое ощущение, что люди до сих пор относятся, и многие журналисты, и вообще люди относятся к интернету как к чему-то, особенно к интернет-производству, как к чему-то такому сакральному. Какое-то вот там священное действие, чего-то там публикация на сайте и так далее. Это, ну, знаете, как с огнем. Когда-то он был священным, теперь мы кипятим на нем воду. Вот в отделе интернет-технологий мы ощущаем свою основную задачу в том, чтобы максимально стереть вот эти вот границы между задумкой журналиста и появлением чего бы то ни было на сайте. Чтобы не было таких условий, при которых решается, что вот мы будем публиковать сегодня, например, видео, потому что мы хотим видео. Или мы хотим публиковать текст, потому что из того региона мы не можем получить картинку. На мой взгляд, вот это вот стирание границ позволяет журналистам выбирать текущий инструмент легко и естественно в соответствии с текущими потребностями, как цветной карандаш. Там пишем красным, пишем зеленым, ставим видео, публикуем картинки, ведем прямой эфир из удаленного города. И чем проще и естественнее такой процесс становится для журналистов, тем, на мой взгляд, вот это вот, это и есть наилучшая оценка нашей работы технологического отдела. Спасибо, но давайте скажем правду. Вот интернет сейчас наш основной инструмент. Волн у нас чрезвычайно мало и звуковых каких-то возможностей чрезвычайно мало. Мы отдаем себе отчет, что мы находимся в крайне конкурентной и агрессивной среде. Я имею в виду поле русского интернета и какими мы можем быть, если говорить о будущем, что такого вот удивительно привлекательного мы можем создать, какой, я не люблю слово контент, но я вынуждена его здесь употребить, какого рода продукт, скажем проще, чем мы так прекрасно неповторимы, из-за чего люди должны нам доверять, кроме доверия к бренду. Вот сейчас мы находимся совсем в новой ситуации. Извините, наверное, это не очень легкий или не очень приятный вопрос. Очень простой вопрос. Простой вопрос, давайте смотреть. Дело в том, что смысл-то, суть остается все той же самой. Меняется способ доставки информации. Это вопрос, как верно совершенно нам сказал Аркадий, вопрос стирания технологических грани всего остального. Это ничуть не меняет содержание работы. У меня на самом деле. У нас абсолютно такая ситуация была в 1991-1992 годах, когда стоял вопрос о том, что радио «Свобода» больше вообще русской службы, по крайней мере, необходимости содержать нет. По одной простой причине, потому что в России открылись рынки свободной прессы, открылись границы. И, пожалуйста, свободная конкуренция идей, эмоций и аргументации существует в российском пространстве. Очень быстро оказалось, что нет. К 1995 году «Свобода» полностью перестроилась. К 1995 году «Свобода» вышла на абсолютно равных конкурирующих условиях с самыми богатейшими к тому времени в России средствами информации электронными. И «Свобода» была востребована всегда в течение всех этих лет. И сейчас она востребована еще больше. И мне кажется, что абсолютно неважно, на какой платформе она, Андрей прав, на какой платформе она будет востребована. Но это же как бы не средство информации, это определенные ценности, которые потребляются через это средство информации. А мы-то как-то приспособимся и к новому темпу интернета, и ко всему. Это же техника. Спасибо, Иван Никитич, пожалуйста. Чем конкурировать? Да. Меня этот вопрос живо интересует как человек, который сам производит продукт. Вот мы сейчас пытаемся представить, как это все может выглядеть. Прямо вот здесь и сейчас мы над этим работаем. Я не стану отвечать за все «Радио Свобода», потому что я занимаюсь только каким-то определенным сегментом, историко-культурным. Так вот, я занимаюсь историей неизвестного, огромным пластом, сегментом, как хотите его изобразите геометрически, того, что неизвестно нашей публике. А своим слушателям, и своим зрителям, и своим читателям я, конечно, мыслю прежде всего россиянина, а не иммигранта, хотя и среди иммигрантов те же россияне, которые либо случайно находятся за границей в отпуске, либо по контракту какому-то работают, либо переехали подольше пожить и так далее. То есть, все-таки русская рецепция меня интересует, а для русской рецепции, а я-то себя считаю по-прежнему россиянином, хоть я и довольно давно уже не живу в России, но, тем не менее, история русской мысли, русской культуры, русской литературы, ведь «Радио Свобода» 60-летий назад предоставила свой микрофон всему тому, что было в России под запретом и под замком. «Радио Свобода» есть история русской классической литературы, живописи, музыки, история мысли и так далее. Все прошло через микрофоны «Радио Свобода» в Мюнхене, в Нью-Йорке, в Лондоне, в Париже и так далее, и так далее. Мы рассказали обо всем том, о чем нельзя было прочесть в Советском Союзе, нельзя было услышать, понять и подумать в Советском Союзе, а это колоссальная сфера, это целый глобус жизни. И вот 6 десятилетий подряд мы рассказывали об этом глобусе, и все не рассказать. Рождаются из моря, все выходят эти воины Черномора, все новые поколения выходят, которые табуля раза абсолютно, они снова ничего не знают. И ты начинаешь повторять, вот, кстати, к вопросу о повторе. Я занимаюсь очень много повторением старых программ, и получаю отзывы слушателей и читателей, отзывы такие, говорящие, да откуда вы это взяли, как интересно, мы этого никогда не слышали. Слушайте, до 29 ноября 1988 года нас глушили. То есть, понимаете, 35 лет нас не существовало для слушателей. Если кто-то на даче, знаете, кузнец в оловянных очках мог какую-то сделать антенну и нас все-таки поймать, то это штучные какие-то слушатели. Да их уже, они уже в лучшем мире. Так что мы можем говорить сами о себе, вот что поразительно, мы можем питаться сами собой, и это все время будет новое, 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 неизвестное и так далее. Поэтому я считаю, что здесь, например, на моей вот этой грядке конкуренции я просто не вижу успеть бы сказать все только самое интересное, сливочное, я уж про молоко не говорю. Иван Никитич, как ваш заинтересованный слушатель и зритель, я могу надеяться, что архивные блоки будут постоянно обновлять сайт «Радио Свободы». Постоянно будут обновлять их сайт. А видео будет, Иван Никитич? И видео будет. Сразу же рождаются идеи. Поехать, снять. Масса ветеранов, масса тех, кого мы знаем только по голосу. А у них лица есть, у них глаза живые. Они трепещут, когда рассказывают о прошлом, потому что это про них, это про страну, это про их страдания. Судьба каждого сотрудника «Радио Свобода» это драма, потому что он был вывезен, он был выслан, он уехал, он бежал из страны, потому что боялся получить пулю между лопатками и так далее. Это драма людей, которые высказывали себя и свои надежды через наши микрофоны. Вот почему я считаю, что история «Радио Свобода» это история великой организации. Иван Толстой, спасибо. Вы слушаете и смотрите «Радио Свобода», мы говорим о перспективах, о будущем «Радио Свобода» в Праге, Валентин Барышников. Как мы будем технологизировать наш жизнь? Я не уверен, что это вообще надо говорить и о технологиях, и о технологизировании, и о чем-то таком. Не говорить, надо показывать. Показывать и рассказывать. Поэтому я уже полтора месяца говорю, вы слушаете и смотрите «Радио Свобода». Дело в том, что когда вы говорили о конкурентной среде, на самом деле речь не идет о конкуренции с какими-то отдельными СМИ или о чем-то. Не так давно в 2000-х годах предсказывали конец журналистики как таковой. Напомните, Валентин, я не припомню. Считалось, что интернет, где каждый человек является источником информации, считалось, что это может погубить классическую журналистику. То есть люди будут сами производить то, что им интересно, и обмениться сами новостями. По большому счету, да. Социальные сети — это модель. С другой стороны, это то, с чего я начал, что это и сила, и слабость. С другой стороны, очень быстро выяснилось, что когда так много людей говорят одновременно, все равно нужен человек, который разберется в том, что говорит. Мне кажется, что самое интересное для меня, и я этим занимался в прошлом, и, надеюсь, и буду заниматься в будущем. Для меня интернет, особенно в котором разбросано огромное количество интересных людей, и у каждого из них есть камеры, это блогеры, кто угодно. Активисты, да. Это наши глаза всюду. Мы можем найти кучу интересных людей. Мы можем увидеть их глазами то, что происходит. Но для меня самое важное в этом — это осмысление, рефлексия и осознание. Без этого вообще никакая человеческая история без этого не состоится. Тебе нужно услышать историю и подумать. И это, на самом деле, поле, в общем, не информации, и не политики, и ничего. Это поле культуры. И для того, чтобы что-то осознать, мне кажется, самое важное — это культурные ассоциации. И вот чего на «Радио Свобода» больше, чем где бы то ни было, это поле широких культурных ассоциаций. Мне доставляет удовольствие, когда мы обсуждаем любую тему, выйти в «Ньюсрум» и сказать, вот такая история, помогите мне с экспертом. Помогите, что это напоминает. Я получаю такое количество информации в этот момент, что после этого еще недели могу читать, читать про это, читать. Это правда интересно. Я брал интервью у людей, которые... Это, кстати, интересно сравнить с этой судьбой эмигрантов. Мы, конечно, вещаем на Россию, но для меня вот эмигрантская часть, люди, которые сейчас уехали, это много людей. Я брал интервью, которые... В течение последних двух лет их много, и это молодая эмигрантов, да? И в течение последних 25 лет их тоже достаточно. И эти люди сидят... Я брал интервью у людей от Новой Зеландии до Египта и где-то в Латинской Америке. Я помню, у некоторых лучших героев, какие-то странные молодые люди, которые ныряют в Дахаве, да? Да, дауншифтеры. Поставить их в контекст эмиграции, у них же, они действительно не знают, они не читали, кто-то из них мог не читать Набокова или что. Это важно как раз в таком осмыслении. Это самое интересное, что только может быть. Вот эти ассоциации, вот это огромное поле клубящееся, про которое никто действительно не знает. Это знаем мы. Вы говорите о редакторском разуме. Андрей Шарик, пожалуйста. Вот я Валю слушаю с большим интересом. Я даже писал себе, потому что удивился. Это такая чудовищная формулировка, но тем не менее, мне кажется, меня Аркадий сейчас похвалит, он технический человек. Понятие такое агрегация мнений. Агрегатор мнений, да? Бывает там агрегатор чего-то еще. Вот функция такая журналистская. То, о чем говорит Валя, совершенно справедливо относительно изменения роли журналистики. И на довольно долгом уже опыте, собственно, нашей работы это видно. Какова была миссия техническая сначала, какая информация интересовала, о чем сейчас не нужно говорить, потому что это общее место. Но вот это функция агрегации мнений, потому что весь мир СМИ, весь мир информации, он глобализовался, он абсолютно как мелкий горошек. И этого горошка не только как в банке там, а это просто какие-то грузовики этого мелкого горошка. В нем совершенно невозможно разобраться. И по большому счету выигрывает тот, кто этих горошек выбирает наибольшее количество правильно и как-то их правильно конфигурирует. Вот насколько ловко, профессионально ты сможешь эту задачу решить, от этого зависит и профессиональный успех журналистики, как мне кажется. Один из способов успеха. И тут Валентин совершенно прав, когда он говорит о том, что экспертная база и возможность выбирать эти мнения, тасовать, сталкивать. Это как раз и дает успех. А вторая половина успеха это донести его, delivery, то что по-английски называется, до аудитории, для чего существует тысяча платформ, которые мы только начинаем осваивать. И когда-нибудь освоим. Лучше раньше, чем позже. Андрей, ну мне кажется, что у нашей редакторы есть один принцип, который мне на самом деле нравится, кажется ясным и четким. Я говорю о миссии Радио Свобода, речь идет о том, что мы должны предоставить нашим слушателям и людям, которые будут нас смотреть, те новости, которые им трудно получить, живя в России. Вот если уж очень просто про это говорить, благодаря тем ограничениям, которые политический строй страны на эти новости накладывает. Это вы в самом начале сказали о цензуре. Увы, в нулевые годы это слово вернулось. И к всей нашей высокой культуре, о которой говорил Валентин, и к этой агрегации я бы добавила вот такой вот, я не знаю, ограничительная ли это рамка, но мне кажется, что это очень четкая позиция. Это те новости, которые наши слушатели не могут получить из других источников. Или та аналитика, которую наши слушатели не могут получить из других источников. Ирина. Я не совсем согласна, потому что большая часть, то есть я бы не ограничивалась, не то, что я не согласна, я согласна, но я бы не ограничивалась этим. Потому что большая функция это породить и способствовать и стимулировать общественные дискуссии. Вот я для себя всегда видела смесью радио Свобода больше даже в этом, чем в информации. Только не убивайте меня после этого заявления. Мне кажется, что если говорить о силе и слабости силы, Свобода всегда была в том, что с течением многих-многих лет Свобода стала определенного рода авторитетом. По тому, как Свобода выбирала людей, с которыми она брала интервью, с которыми она общалась, которые она в какой-то степени продвигала, как моральных лидеров страны. Это был всегда очень жесткий отбор. Этот отбор всегда соответствовал очень жестким критериям. Я думаю, что здесь нужно назвать несколько имен. Конечно, мы говорим о Горбачеве, о Бане Политковской, о людях такого класса. И об очень хороших комментаторах. И об очень хороших комментаторах, и о правозащитном движении в советские времена, в первую очередь. И о нынешнем правозащитном движении. Я говорю сейчас о прошлом. Сейчас, и это, пожалуй, момент слабости, сейчас возникла такая ситуация в российском обществе, когда, на мой взгляд, явных лидеров нет. Как-то старые, откровенно говоря, замылились немножко уже. Власть очень сильно изменилась и уже все больше и больше принимает репрессивный характер, что не замечается за потоком слова блудя. Очень часто, я имею в виду, общей публикой, не теми активистами, которые в этом живут. И вот свобода, мне кажется, сейчас как-то упустила, может быть, немножко растерялась тот момент, когда начали формироваться в обществе новые лидеры. И нам сейчас предстоит сделать вот этот очень жесткий, очень болезненный отбор, кто соответствует нашим демократическим, очень жестким, но очень человечным канонам. Условно говоря, ярые националисты не могут быть лидерами, ну ни при каких обстоятельствах. Люди нетолерантные не могут быть лидерами. Как сманеврировать нам в этой вот очень пестрой сейчас среде зарождающегося чего-то, вот это большой вызов. И мне кажется, ну я говорю еще раз, что чуть-чуть недостаток, что мы вот упустили чуть-чуть время. Ирина, я так не думаю, можно я скажу то, что я думаю по этому поводу? Я думаю, что и националистам нам тоже придется давать слово. История, вот сейчас картина последних полутора лет, это картина протестного движения, она... Слово не выбор. Нет, конечно нет, с этим нужно работать. А насчет того, что явных лидеров нет, это было темой двух примерно подобных дискуссий полтора года назад, когда протестное движение начиналось, мы обсуждали в Москве перспективы. И кто-то из наших чешских друзей, кстати говоря, когда мы неизбежно сравнивали опыты протестных движений в разных странах, сказал, что, по-моему, это был Томаш Гландский, он сказал, что просто сейчас изменилась ситуация в мире вообще. Мы же не можем, мы же не знаем по именам лидеров турецкой оппозиции, к примеру. Вообще протестные движения в нулевые выглядят совершенно по-другому. И лидеры их возникают по другим законам, по другим канонам. Вот мне вот это ужасно интересно. Так что я не думаю, что мы что-то упустили. Мне кажется, мы наблюдаем то, что происходит в реальности. Это некоторый протестный бульон, из которого, видимо, что-то сварится. Лидия, пожалуйста. Мне тоже хотелось бы от информационной службы ответить. У нас такое разделение. Мы тут вот сидим с Андреем. Как-то мы неправильно сидим. А мы друзья как-то. А Аркадий Михайлович у нас вообще в гетто оказался. Мы в последнее время вообще не отдавали ему слова. Мы сейчас отдадим ему слово. Аркадий Михайлович иначе не умеет. Он технологический. Он технологический бог. Он нам демонстрирует, да, теперь уже нашу возможность. Возвращайся. Мы должны брать у националистов интервью. И это просто наша работа. Другое дело, что я возвращаюсь к этому разговору о контекстах и ассоциациях, которые мы... Мы должны рассказать о том, к чему приводят лидеры-националисты. И лучше нас, наверное, это тоже никто не сделает. Но мы должны взять интервью. Простите, что я перебиваю информационную. Валентин, спасибо. Со своей куцой аналитикой историко-культурной. Я хочу на историческом примере показать силу и слабость радио Свобода. Помните ли вы, что в прежние советские времена, или, по крайней мере, если не помните, то, наверное, слышали, советский слушатель радио Свобода предпочитал другие радиостанции. Про Свобода говорят. Это злые дни, это какие-то полицаи, это антисоветчики, это так жестко, это невозможно. Вот BBC. Садится Анатолий Максимович Гольдберг и мягко так что-то рассказывает. А радио Свобода жестко, как дубиной бьет. Я занимаюсь историей наших старых программ. Что более мягкого вообще представлял наш эфир? Мы, оказывается, не могли, это уже, так сказать, по факту, по, так сказать, ушному факту, по звуковому и по документам, которые я собираю, мы не могли ругать советскую власть. Радио Свобода ругать советскую власть не могло. Мы не могли сказать Брежнев преступник. Что бы ни совершило Политбюро. Мы могли сказать об ошибках, мы могли сказать о нарушении закона. Но слово преступник мы произнести не могли. Радио Свобода беспристрастно. Нет, преступника признают суд. Это совершенно верно. Радио Свобода никогда не было судом и никогда не было прокурором. Радио Свобода всегда поставляла информацию к размышлению. Так вот, это же крайне интересно посмотреть, как эта слабость, с точки зрения нашей аудитории Радио Свобода, слабость в том, что вы ругаете страну. Как оказалось сейчас преимуществом и силой для Радио Свобода, когда пускаешь эти старые передачи снова в эфир и проверяешь реакцию слушателей. Суся говорит, боже, какая мягкая, какая белая и пушистая. Это просто удивительно. Какие вы добрые все-таки были. Мы-то в своем фейсбуке такое пишем. И снова теперь есть, конечно, находятся люди, которые снова обвиняют Радио Свобода в какой-то жесткости и так далее. Погодите, тетеньки и дяденьки, пройдет какое-то количество лет, и снова вам будет казаться, что Радио Свобода было мягким до ужаса. Вот российские существуют критики, вот те были жесткие. А в чем дело? А я считаю, что ответ на этот вопрос очень простой. Российское общество всегда в каждую эпоху своего развития несколько инфантильно. Да, в других странах тоже есть своя инфантильность. Своя есть. Я тут не сравниваю. Я знаю только свой народ, только о нем и говорю. Мы, я, вот я, инфантильный. В 50-е годы моя инфантильность имела вот такие очертания. В 60-е и другие. В 70-е и третье. Анатолий Максимович Гольдберг, BBC, садился, объяснял и отпускал. Он как бы отпускал слушателя, он снимал с него грех быть советским. Он немножечко прощал советскую власть в ее преступлениях. А Радио Свобода вело себя как взрослый с двоечником. Оно за двойку не давало мороженого. Радио Свобода в финале своих программ не прощала. И это бесило инфантильного слушателя, который хотел, чтобы ему простили. Потому что, а что было ему делать на советской территории, когда вот у него это журчит, уплывает волна, а там поливают и поливают. То, что сейчас не кажется поливанием. То, что просто было называнием вещей своими именами. Но тогда казалось, что это поливание. Проверяем на сегодняшнем слушателе. А что, все правильно? Ведь так-то все и есть. Вон теперь и комсомолка, и труд, и известие об этом пишут. Правильно. Общество догнало Радио Свобода и в своей информационной позиции, и в своей аналитике. И то, что мы тогда говорили, стало общим местом. Вполне исторической банальностью мы продолжаем говорить то, что мы видим, как мы понимаем ситуацию и так далее. И даю левую, правую, какую угодно, голову на отсечение. Через очень короткое время то, что мы сегодня произносим, то, что мы сегодня пишем и показываем, будет казаться абсолютно банальной, потому что истинной вещью. Мы не говорим с нашей аудиторией, как с инфантильными людьми. И это наша слабость глазами наших слушателей оказывается нашей силой. История доказывает, что это так. Иван, спасибо. Ну, тут самое время информационщикам передать слово. Давайте Аркадий Михайлович. Хорошо, давайте Аркадий Михайлович. Аркадий Михайлович, Аркадий Пильдис, что вы скажете по поводу вот этого зажигательного текста Ивана Никитича? Нет, меня вопрос сейчас, как мы сами себя сейчас воспринимаем. Вот вы, Аркадий, воспринимаете нас как политизированное радио, как радио, которое критикует какой бы то ни было режим, или как радио, которое стремится к балансу, к равновесию, к представлению всех возможных точек зрения? Вот что вы, например, читаете? Вы сам выходите на сайт русской службы радио Свободы. Какой материал вы будете первым читать? Что-нибудь интересное. Не новости. Не новости. Но это исключительно мое восприятие информации. Я сижу у компьютера целый день, и новостей мне, в общем, хватает. А почитать что-то, помимо новостей, какое-то более спокойное чтение на вечер, это то, чего мне постоянно не хватает в российском сегменте, не знаю, текстовом. То есть расшифровки программ Тольца или Толстого входят, я так понимаю? Безусловно, конечно. В этот вечерний режим ваш? Конечно. Это все очень нужно, и как только этого появится больше, как только это станет заметнее, и в какие-то определенные моменты времени, в том числе, то это, конечно, было бы очень здорово. Но тут, на мой взгляд, очень важным становится тот факт, что, с одной стороны, в интернете очень много всего, вообще очень много всего. То есть если радио – это такая структурная конструкция, да, есть начало, есть конец, и слушатель слушает какое-то продолжительное время или выключает радиоприемник, то на сайте есть все, и сразу, и все архивы. И вот как показать случайно зашедшему на сайт читателю сколько всего есть интересного, и что при этом еще и главное, и провести его по сайту, чтобы он прочитал бы, да, вот как есть такой прекрасный отзыв о том, что такое хороший сайт. Хороший сайт, на который, как ни придешь, так меньше, чем пять статей никогда за раз не прочитаешь. Столько всего интересного. И вот эта вот важнейшая задача – показать людям, случайно зашедшим на сайт, большинство людей заходит на сайт более-менее случайные моменты, показать сколько всего интересного, помимо того, зачем человек пришел, вот это, мне кажется, очень важной задачей. Она ужасно тяжелая, и она, на мой взгляд, сравнима с работой музейного куратора, который выставку составляет. У него там в запасниках вагоны всего стоят, а ему надо выставить что-то так, чтобы посетителю выставки было интересно от первой картины до последней, не скучно, и чтобы он это еще, конечно, и друзьям посоветовал. Аркадий Михайлович, русская служба радиосвободы может надеяться на вашу поддержку в той навигации, о которой вы только что рассказали? Потому что есть у некоторых наших преданных слушателей вопросы, которые я вам, Аркадий Михайлович, давайте не будем скрывать, иногда пересылаю. Конечно, конечно. Это все вопрос принятия решений и структурирования информации. Это, в общем, с одной стороны, очень технологические вещи, как, не знаю, приготовление капучино. Все капучино готовят из одного и того же, получается только разное. Так и тут. Понятно примерно, что нужно делать, но дальше уже на уровне службы становится вопрос о принятии решений, и что самое тяжелое, это о воплощении этих решений в жизнь, о понимании всеми журналистами и приоритетов, и необходимостей, и соблюдения сроков. Потому что вот в интернете же есть такое, что какие дедлайны в интернете? Нет же никакого эфирного часа. Какие лимиты объема в интернете? Нет же никаких технических лимитов. А на самом деле все это есть, потому что слушатель, который приходит, он, в общем, так же, как и в радиоэфире, отдает нам свое время. И мы за это время, за время его внимания на сайте, хотим ему рассказать много чего. Нам так много чего рассказать ему есть. У нас бесконечные аудиоархивы за последние сколько уже лет. Мы все хотим ему и дать почитать, и дать послушать. Но как заинтересовать его? Вот это вот очень сложный вопрос. Аркадий Пильдер, спасибо. Мне кажется, Аркадий Михайлович нас даже практиковал, указал нам наши слабости. Мы будем работать. Спасибо вам большое. Вы смотрите и слушаете радио Свобода. Перспективы радио Свобода мы обсуждаем в Праге. И, ребята, мне кажется, нам уже можно начинать подводить итоги нашей беседы. Я хочу вас спросить, что вы прям хотите сделать? Если мы говорим о нашем конкретном будущем, я, например, хочу, вот как мы сегодня обсуждали, чтобы программа Свобода в клубах действительно выходила по вечерам, действительно выходила в прямом эфире. интересного везде происходит много, к сожалению, не всегда приятного. То есть последнюю программу мне приходится делать вовсе не по каким-то культурным поводам, скорее по поводам политическим или общественно-политическим. А еще, Ирина Владимировна, я очень хочу, чтобы вы повторили свою видеопоездку в Боснию. Вот это вот то, что меня, как потребителя сайта, в свое время ужасно заинтересовало. Ну, давайте, правда, мы можем же говорить о том, что кто-то как-то представляет себе какое-то реальное будущее. Иван? Я всегда говорю только о своем будущем. Я в чужое будущее не лезу. Превосходно это платить соответственным человекам. Я хотел бы видеть сайт таким, каким вижу, по-моему, самый удачный вариант книжной полки, когда ты быстро находишь книжки. У меня, как у всякого человека, есть собрание сочинений, есть отдельные издания. Вот во второй ряд я ставлю собрание сочинений, потому что там однородные книжки. Их искать было бы легко. А вот, так сказать, разные корешки я ставлю в первый ряд. Но для того, чтобы это собрание сочинений найти, чтобы я нашел и Бунина, и Блока, и Льва Толстого, и Достоевского, и Чехова, и так далее, которые заполняют вторые ряды, я выставляю только первые томики. И я знаю, что вот на этой полке у меня Бунин, а Блок у меня здесь, а Брюсов у меня там, а Набоков у меня еще где-то. Вот я хотел бы так оформлять наш архив на сайте, пусть меня научат, чтобы я выставлял только первые томики. И это было бы сделано так, чтобы слушатель, раз, или зритель, кликал туда и выходил. Вот у меня Сергей Довлатов есть, например. Я выставляю один томик Довлатова. Человек кликает, и он так приучен нашим сайтам, что он получает всего Довлатова, которое у нас есть. А у нас его выше крыши. Довлатов у нас много лет работал. И есть интервью, и записи, и литературные чтения, и интервью с ним. И, например, Довлатов берет интервью у Бродского. Какой шик. Где ты себя представишь? Не хватало только, чтобы еще кто-то сделал бы хотя бы кадр. Вот такие вот вещи. Или там Петр Вайль. Сколько Петр Вайль произнес в микрофон радио «Свобода» интереснейших вещей. Достаточно один томик Вайля или одна фотография. Мы кликаем, и мы получаем все. Потому что на сайте действительно все не вместить. И нужен гид, нужен какой-то путеводитель. Нужен, вот как Аркадий Пильда сказал, какой-то куратор, музеевед, который так группа поднял зонтик за мной, и все бредут. Вот, чтобы был кто-то, я не знаю, может, нарис придумать какого-то мультфильмового человечка. Вот такого. Друзья, идите со мной. Записывайте. Знаете, бывает такой котик, который бродит по экрану. Это уже невозможно. Вот такой человечек. Историк радио «Свобода», который говорит, вам сюда. С вашим лицом. С моим пузом. Только маленький. Маленький. Вот. Со скрипом открывается дверь, он проходит в комнатку, а там пещера «Аладдина». Извините за фрейдовские ассоциации. Иван, спасибо. Андрей, пожалуйста. Мне кажется, то есть, что я бы хотел? Я бы хотел, чтобы... Это профессиональное, скромное профессиональное желание. Мне важно сейчас попытаться выстроить... Это технически звучит, но нет других слов. Новый баланс всяких платформ для разной подачи информации. Потому что... Вы имеете в виду видеосвук, текст? Я имею в виду видеорадиотекст. Три основных носителей. Видеорадиокартинка. Значит, очень бурно развивается видео, и у нас гигантские планы связаны с этим. И мне бы хотелось не потерять глубину радиопрограмм, потому что, по определению, хорошая радиопрограмма глубже хорошей телепрограммы. Просто потому, что тебя слушают и концентрируются на тебе, на картинку ничего не уходит. И сейчас я понимаю, что эти изменения, визуализация, скажем так, еще одно неудачное слово, неизбежна. Этот видеофактор, он будет все более и более важным. Так устроен мир. Наряду с увеличением горошка, о котором я говорил. И мне кажется, что и в моей работе, и в общей нашей работе, вот если мы найдем, и я найду, и мы найдем какую-то такую правильную формулу, которая позволит не потерять и приобрести. Когда ты перепрыгиваешь с поезда на поезд, всегда велика опасность, и она существует, что ты что-то забудешь, что ты забудешь что-то важное. Мне бы хотелось, чтобы этот переход произошел таким образом. Я это ощущаю в ежедневной работе своей, когда ты переносишь интервью в текст, скажем, и ты понимаешь, что человек говорит так чудесно, а текст не смотрится. А текст не такой. Это нам всем известно. И с видео будет та же самая проблема. Но вот если удастся, и хорошо бы был такой рецепт, чтобы удалось это все дело так соединить, чтобы, не утратив хорошего, еще и добавить к нему. Вот это я хочу. Спасибо, Андрей Шар и Валентин Барышев. Я бы хотел что-нибудь сделать, чтобы обеспечить Андрею визуализацию, чтобы вот у него все это не потерялось, и я бы сам вот подносил, вот визуализацию туда оставил. Нет, на самом деле, мне кажется, что сами люди могут объединить все вот этот разрозненный опыт. Мы будем брать, у нас, наверное, не будет сил делать, мы небольшое телевидение, у нас нету больших останкинских башен, и ничего такого у нас нету, но у нас только люди могут объединить вот этот разнорозненный опыт, о котором я говорил. Мы будем брать видео из самых разных мест. Мы будем брать свидетельства людей, про которых мы, может быть, не очень много знаем, и они сами про себя не очень понимают. Но наши ведущие... Какие-то люди? Аль, вот, например? Да любой блогер, любой человек с камеры, который является свидетелем чего-то происходящего, захвата поля, сноса, не знаю, вышки или раскопок там, где люди считают, что не должно быть никаких раскопок. Местный житель, мы не знаем про этого местного жителя ничего, мы даже не очень толком можем сразу проверить достоверность, а достоверность для нас важна. Но мы... У нас есть большой опыт, как это встраивать правильно в общую структуру, чтобы это было достоверным. Мы будем показывать, вот у нас есть такая информация, и мы будем проверять, как только можем это всеми доступными силами, и комментировать это. И это наша задача объединить это все в одно воспринимаемое цельным существо. И я уверен, что люди, которые окружают меня, легко это сделают. Потянутся. Валентин, спасибо. Аркадий. Аркадий Питлис. Ну, вы знаете, несколько лет назад директором русской службы была Маша Клайн, при которой, кстати, впервые сайт русской службы перестал быть текстовым архивом эфира и начал потихоньку становиться чем-то самостоятельным. И она один раз задала мне такой простой и при этом бесконечно сложный вопрос. Она спросила, а вот нельзя ли так сделать, чтобы я вот открываю главную страницу сайта, и там сверху отображаются только те тексты, которые мне интересны, которые я хочу почитать. А остальных текстов я вообще даже не вижу. И вот, на мой взгляд, когда мы сможем это сделать для каждого отдельного посетителя сайта, он станет идеальным. Аркадий, спасибо. Возможно, это утопия, но это... Ну, почему? Набираешь теги. Прежде чем включить сайт, ты набираешь теги, а потом Enter. И тебе только это. Сделать это для каждого случайного посетителя? Да, почему же, господи, все мгновенно тасуется, мозаика. Горошек шаровский выкладывается в нужные банки. Аркадий Михайлович, мы просто с надеждой теперь будем смотреть в будущее. Мы на верном пути, мы знаем, чего нам ждать. Ирина Лагунина, пожалуйста. Вы знаете, мы уже начали говорить о видео. Конечно, у нас есть планы довольно амбициозные, но мне кажется, что, и я это говорила коллегам, что обучить радиожурналистов писать текст намного сложнее, чем обучить радиожурналистов делать видео. Сложнее или проще? Писать текст? Да. Да, сложнее. Писать текст сложнее. Писать текст сложнее, чем делать видео, по одной простой причине. Никогда не надо недооценивать силу голоса. И в видео голос так же важен, как и в радио. А радиожурналист умеет говорить, умеет ставить акценты и умеет нести, как говорит наш нынешний президент Кевин Клуз, радио – это самое интимное средство информации. Это действительно интимное средство информации. Помните, раньше называли «гость в доме». Радио «Свобода» должно стать гостем в доме. Именно так. Ты включаешь на кухне, просишь не шуметь, ребенок уже уложен, и ты слушаешь, ты слушаешь гостя. Поэтому и доброжелательность должна быть такая, как у гостя в доме. А не, что это у вас тут? Что это валяется? Мне кажется, что мы сможем остаться этим гостем и сможем сохранить эту интимность отношений с теми, кто приходит к нам за информацией, за анализом, за культурой, за историей, за чем угодно. Мы сможем это все сохранить и развить в каком-то новом формате. Да, этот новый формат, скорее всего, будет визуальный. Будет ли это телевидение? Нет, конечно. Это будет видео в каком-то формате. Как-то мы будем это делать. Но то, что у нас есть огромный совершенно потенциал, я в этом не сомневаюсь, потому что у нас прекрасные люди, у нас такая корреспондентская сеть и в России, и за рубежом, в которой просто нет ни одного средства информации в России. У нас потрясающе профессиональные люди. Вы слушали и смотрели Радио Свобода о будущем, о перспективах Русской службы Радио Свободы. Мы говорили в Праге с главным редактором Русской службы Ириной Лагуниной, с Иваном Толстым, историком Радио Свободы и ведущим культурных программ, с Андреем Шаром, ведущим итогового выпуска информационных программ «Время свободы», с редактором Радио Свободы Валентином Барышниковым, по скайпу с Аркадием Пилесом, специалистом по интернет-технологиям. Вела программу Елена Фанайлова.